Дмитрий, в 19-м году ты был приглашен на съезд промышленных пчеловодов таможенного союза в качестве представителя. Расскажи подробнее как ты там познакомился с Николаевым и другими руководителями этого союза и твои впечатления об этих людях. Ну в общем-то спасибо еще раз за предоставленные возможности я в общем-то сразу хочу обратиться в том смысле что кому мы вынуждены были отказать вот в плане инициатив вот снять именно видео об этом то есть будем так говорить я надеюсь людям понятно никто не обидится хотя там такие в общем-то сильные ютубер будем так говорить но в том смысле что действительно когда идет интервьюирование наверное чем по сравнению с каким-то интерактивным вещанием там все-таки можно есть свои преимущества то есть да можно регионы допустим и отдельные регионы то есть медийное пространство расширить в этом смысле но это уже будем так говорить может быть как-то далее получится а в этом смысле конечно очень удобно что мы вот в таком формате сейчас сделаем именно такой небольшой обзор вот и хочу сразу сказать что это также самое ответ многим коллегам кто именно порядка наверное месяца просит меня вот и вот об этом это сделать вот более детально но соответственно это у нас будем так говорить не в каком-то правовом таком формате а в принципе в формате именно свободного тем более когда мы имеем на руках за протоколированные вещи будем так говорить конкретной грязи в наш адрес с различных медийных ресурсов которые периодически происходит фиксация теперь то что касается вот эту вопроса то есть она формально на джентльменских соглашениях я с восемнадцатого года находился в той группе где как говорится именно ватсап мессенджере вот ресурска который именно набирала ну занимался скажем так рекрутингом то есть кандидатов то есть те которые хотели учредить организацию то есть соответственно от нашего региона соответственно я в общем то необходимые процедуры провел то есть первые подключенные коллеги они соответственно многие там практически все ну как бы сказать находились до последнего времени вот естественно мое личное общение будем так говорить с тем же николаевым оно естественно произошло на съезде непосредственно то есть в связи с тем что конечно будем так говорить и был был к тому посыл был к тому формальный повод и в частности скажем так первое мое ну скажем так мое тесное общение именно с николаевым оно началось после того то есть в преддверии форума в ростове то есть мероприятие в ростове съезда или форума но фактически это был форум для широкого круга пчеловодов то есть кого пускали в принципе ну естественно за определенный сбор финансовый вот учредители данного мероприятия именно форума да то есть суть такая что неожиданно для меня это в общем то большое благо что так случилось что один из моих должников из другого региона захотел как раз вступить в организацию и в итоге я обратился к николаеву как раз осветив этот вопрос то есть на тот момент уже у этой организации было объявлено о том что есть юрист это женщина в общем то я сначала в общем то пытался через нее пути потому что уже на тот момент в принципе практически отчаялся забрать свои финансовые средства то есть у должника да 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 то есть твой должник хотел вступить в это сообщество да и тут я узнаю что да он конкретно уже не где-то там за бортом а он конкретно здесь уже подключенный и то есть естественно вот эти файлы они сохранились мы их выложим да вот да 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 именно там там два файла конкретно моего общения с николаевым в период с сентября по практически новый год девятнадцатого года то есть двадцать шестого декабря я его поздравил с наступающим поскольку последние денежные средства мне в итоге были остаток средств мне был переведен а то что касалось вот этого вопроса скажем так и грязного вопроса который у меня спрашивали на съезде и про который был в частности комментарии матюшкина в том что стоял вопрос о моем присутствии в организации то есть соответственно у меня есть аудио сообщение приглашение на съезд от николаева в котором в принципе звучит риторика что как бы сказать меня же выдвинули тогда и в совет то есть надо же как бы избирать совет то есть съезд в ростове то есть здесь вот мы сориентировались и в общем то как бы сказать даже с большим с большим будем так говорить нетерпением ждали наконец чтобы прояснить ситуацию которую мы разъяснили в принципе но на джентльменских соглашениях то есть я это воспринял в принципе нормально почему нет несколько людей захотели что-то узнать но по факту соответственно много времени у меня не было то есть по существу по делу был разбор ситуации тем более вот тот как бы человек который как бы нынешний будем так говорить потерпевший то есть он же тоже там находился то есть все как бы видели друг друга общались и соответственно знали что объяснение вот эти все были ну в таком неформальном немножечко сейчас разъясним нашим зрителям то есть этот человек был сначала должен тебе деньги за продукцию да он нет нет и мы сейчас говорим про разных людей нет просто здесь суть в том что нет просто ты говоришь вот должники а нет это мой должник да мой мой чтобы я более конкретно то есть в чем заключается вообще проблема которую мы пытаемся как то скорректировать это отсутствие фактически элементарной какой-либо профессиональной этики на уровне тех людей которые себя называют будем так говорить локомотивом идущим вперед вот я про это общественниками мы про что вообще то есть вот эти вещи элементарные то есть я как бы сказать не выставляю информацию то есть логично да то есть не выставляю информацию что у меня там есть нехороший ну человек который в принципе порядка двух лет будем так говорить со мною вел вот эти вот завтраками кормил будем так говорить да то есть и соответственно я через личку решаю вопрос с председателем организации о просьбе помощи председатель не содействует через личку идет общение то есть эти файлы есть еще раз говорю вот подробные принтскрины того что происходило и соответственно все идет в спокойном русле для остальных коллег то есть этот человек до сих пор присутствует в организации несмотря там вот эти все ну то есть как бы он рассчитался вопросов к нему нет но это будем так говорить момент как работает принцип этики то есть если какой-то вопрос возникает логично предположить что обращаются прежде всего к тому кто будем так говорить ну кого считают виновным или с кем хотят порешать то есть ведут беседу да 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 то есть это вот именно и показывает что последовательность действий то есть в том случае Николаев именно оставил этот вопрос именно в личных сообщениях то есть на уровне личных сообщений этот вопрос был решен то что касается моего приглашения на съезд вот следующий файл девятнадцатый год 30 сентября то есть там конкретно в принц скринах видно это аудиосообщение Дмитрий доброго дня слушайте не хотел до съезда как-то трогать эту тему хотел лично с малым советом с кем-то там с коллегами встретиться с вами и задать вам несколько вопросов вот я думаю вы уже понимаете о чем речь вот но тем не менее там были предложения вас включить в большой совет я пока их отклонил по причине той что поступила информация очень серьезная на вас с одной из групп ватсап где нам ну как бы скажем так очень ну нехорошие какие-то вещи про вас я как бы хочу надеяться что это все наговор и так далее просто но сейчас в этом в таком в таком как говорится ну при таких обвинениях как последствия давайте я думаю мы встретимся на съезде и лицом к лицом поговорим и вы объясните там в чем дело в чем проблема это вы понимаете наверное по паспортам на маток вот ситуация в одной из групп бахфаст если я не ошибаюсь я точно не могу сказать тем не менее очень серьезные вопросы у нас возникли не хотел касаться их до съезда хотел лично с вами поговорить но раз тут уже народ начал мы вынуждены так как бы сказать если все хорошо и все значит ваша репутация чистая беспятнышко то мы обязательно людям объявим обязательно мы до людей донесем что все это что ваше имя чистое вот поэтому до встречи в Ростове на году то есть по то есть заявлению грубо говоря в группе ватсап кто-то написал не предоставив никаких документов я вот так понимаю смотри было разбирательство в одной из частных групп то есть касаемо одного там паспорта на одну матку то есть о чем вообще разговор то есть в девятнадцатом году вот соответственно если бы меня не предложили в совет именно коллеги которые считали что я нужен как организация именно именно на уровне совета организации то в принципе этот вопрос оставили опять же между мной и допустим тем кто кто остался недоволен да но поскольку он четко про это сказал Николаев что поскольку речь касалась именно совета организации да то типа мы и то есть формально получилось так что группа будем так говорить ватсап она будем так говорить в скором будущем прекратила после съезда существования то есть короткое сообщение дали соответственно в совет получается ну а что ж он же снял уже Николаев совета то есть грубо говоря расклад то есть он уже значит что-то я тогда этому сильно значению не придал что будем так говорить за мной так ну будем так говорить на уровне вот этого создающегося объединения ведется такая вот будем говорить активная составляющая вот и в общем-то в этом смысле что тут скажешь что по сути дела продолжилась дальнейшая работа то есть именно на таких джентльменских соглашениях то есть человек по сути дела Николаев то есть помог мне далее то есть вот это вот все зафиксировано и соответственно я давал просто-напросто там есть такая группа в телеграме от СППР там где можно выкладывать все там так далее то есть я давал отчет регионального отделения ты прекрасно знаешь что я читал смотрел что да в двадцатом году получается то есть мы все виделись то есть мы как бы никто ни от кого не прячется мы активно занимались будем так говорить налаживанием в двадцатом году то есть в двадцатом году ты имеешь ввиду когда встречались в лох да да и в девятнадцатом году допустим у того же Олега Николаевича и потом еще зимой у Евгения уже как бы двадцатый год по-моему февраль февраль да вот то есть это же все зафиксировано то есть участники мероприятия что какая-либо этика и тому подобное соблюдается если вообще с этой позиции кому-то интересно то есть этот человек находился в общении с тобой и никаких предъяв не предъявлял ну если так вот грубо говоря особо естественно у него своя жизнь будем так говорить он не выбирал меня в качестве друга или кого-то еще ну будем так говорить он же появлялся то есть по факту если бы у него у него недовольный он тебе это сказал в лицо ну наверное так наверное так то есть сидеть на другом углу стола и молчать да соответственно вот его ножик опережает калеки с Калининска так вот Дмитрий тоже у нас промышленный пчеловод тоже подойдите кто то есть вилочный погрущик все работает все все самостоятельно установлено в плане технологий и так далее то есть Андрей вот да я просто извиняюсь если кого-то вдруг обидит таким образом но в принципе поскольку те коллеги которые будем так говорить это интересует и в частности до меня дошла информация ну это он имеет на это полное право активная жизненная позиция в отношении всех вот этих происходящих в настоящий момент вещей вокруг организации там допустим значит пчеловод из Новгородской области то есть Корешков да который известен там как блогер да ютуб канал и так далее то есть они допустим естественно видят одну составляющую то есть происходящих и в этом смысле да внести разъяснение это очень 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 нужно сделать в принципе но именно в том формате в котором мы это мы это можем презентовать то есть получается так что допустим касаемо допустим если мы берем какую-то да вот я вот что хочу тебе знать вот ты находился в группах организаций да то есть в вашей СПР вот что ты можешь рассказать об этом то есть какая такая деятельность то есть там велась то есть какие работы в группах этой организации не ну как таковых вот было несколько групп будем так говорить но естественно в целом то есть группа ветправил она была по сути дела в принципе в тот момент когда там можно было общаться и вырабатывать жизненную какую-то общую позицию политическую в отношении решению проблем то есть это же нормально то есть фактически там была тишина то есть люди обосабливались отдельно которые считали себя брали точнее они в принципе брали на себя ответственность огромную в принципе порешать вопросы самостоятельно не спросив там то есть что-то там выкладывается ну что-то по мелочи будем так говорить то есть мы активно получилось так что смотрели со своей точки зрения на происходящее то есть извините когда оказалось так что на съезде пусть организация не зарегистрирована порядка 25 выбрано членов большой совет ну это извините это целая команда в принципе ну как бы это не 5 там условно как там 5 октября там звездочка да там ячейка 25 25 это практически еще немножко и 30 витязей прекрасных да как в том будем так говорить вот и соответственно то есть мы смотрим на происходящее то есть я допустим изначально особо каких-то инициатив естественно там никто и не спрашивал то есть как бы группы жили своей жизнью есть и неформально и все это нормально то есть люди как-то вступали в общем-то можно так сказать что после съезда в 19-м году вступило достаточно ну такое большое количество но суть в том что как-то активизировалась редакция ветправил именно в конце 20-го года то есть естественно и там будем так говорить впоследствии возникли другие направления то есть в частности по химпатравам в частности мне было предложено организовать то есть наша работа многолетняя по противодействию завозу пчел со Средней Азии то есть да да которую мы именно здесь организовали сначала региональную акцию потом соответственно работали уже непосредственно и нам шло навстречу наши региональные чиновники и это все у нас отражено то же самое в дальнейших проектах будем так говорить которые вышли как итог то есть будем так говорить какой-то продукт же должен какой-то концепт появиться и в частности на том же симпозиуме то есть видео от которого до сих пор в принципе и будет так и висеть на официальном сайте организации то есть меня конкретно и спросили там за за ту же статью вектор я там были вопросы на которые там спрашивали представители именно зарубежных государств то есть как бы сказать значит некоторые вещи которые мы производим в виде вот этих статей они соответственно читаются и не только подданными Российской Федерации вот в этом смысле конечно и итог происходящего то есть это наверное порядка 16 обращений то есть ко мне конкретно допустим после совещания с Россельхознадзором обращался Николаев то есть порядка 5 обращений в активный сезон было составлено именно в том направлении чтобы поддержать вот это вот развитие или там допустим после организации там группы по развитию племенного дела она в принципе самая молодая то есть то же самое вот это направление стали раскручивать и в том числе там допустим по легализации тех же самых облетников грубо говоря то есть понимаешь да? конечно то есть да то есть наша зимняя инициатива 20-го года региональная вот эта программа по активизации племенного дела то есть и в этом смысле конечно когда в общем-то принято было решение провести съезд в Подмосковье вот как раз в конце ноября то это в 2021 да? да вот сейчас да фактически Волоколамский по-моему ну он был в Подмосковье в ближней ну да Волоколамский да ну нет ну не Волоколамский там и другое было мероприятие тоже не будем путать тут тут прямо практически ближняя Подмосковье пансионат то есть тут нет такого населенного пункта крупного который будем так говорить то есть в принципе мы абсолютно как бы вот эти вещи нормально восприняли которые в общем-то даже то есть это вот отдельно опять же создана отдельная группа где там какие-то составляющие будем так говорить выкладываются регламентные то есть это касаемо а что там делать а для чего мы в общем-то на этот съезд отправляемся так вот второй съезд промышленников да да вот программа вот она программа съезда она в наличии вот соответственно ее редакция естественно появилась не как бы за длительный промежуток времени но еще соответственно было допустим затраты на съезд смета была ну ты имеешь ввиду уже идут коммерческие то есть да коммерция какая-то ну какая но тут тут суть в том что естественно тут вот допустим по затратам на съезд то есть если организация была учреждена легальным способом то логично предположить что пора бы уже допустим и раздать какие-то удостоверения то есть вот допустим общий орг взнос допустим он содержит статью удостоверения но где там сумма на участника то есть стоит прочерк то есть непонятно то есть я допустим понял что это все ну вот это надо будет по съезду да что вот это все оно будет включено то есть на самом деле то есть как бы сказать случились непонятки с этим самым то есть удостоверения не было то есть я обратился то есть на каком основании вот так вот ну в частном порядке будем так говорить но суть в том что как-то стало странно что людям в общем-то которые в общем-то являлись у руля этой организации то есть как-то неинтересно выдать удостоверение хотя даже на уровне районных обществ эти удостоверения по сути дела вот но в принципе летом я обращался именно нужны были официальные бумаги по предотвращению химпатрав в регионе вот и в частности делал эти вещи на региональном уровне то есть ну обращение к министру и так далее нашего региона то есть я в принципе понимал что есть механизм который в принципе можно осуществлять через организацию допустим как вариант допустим да вот а соответственно закупка ручек блокнотов значит бейджов да вот это мне допустим то есть в этой смете ну можно было указать что вот это вот ну да то есть указана сумма 900 рублей да указан я сейчас вот посмотрел как раз взял то есть 900 рублей входит это вот у нас вот такой пакетик в котором находится вот такой блокнот для записи и авторучка ну да авторучка ну это ну это как на съезде в принципе в Ростове ну под одним штампом все сделано но здесь суть в том что допустим можно было просто написать организационный взнос общая сумма и не ну допустим не делать вот эту разблюдовку а если уж сделали разблюдовку просто пошло такое общение активное после вот этих всех вещей что там пчеловод пчеловоду брат и так далее как-то вот это вот в разрезе того что лишних-то никого не было допустим и люди-то не глупые как бы всем же все понятно что по чем то есть если вот это стоит 900 рублей ну как бы сказать ну где оно-то может стоить по каким мы же это все будем так говорить и воспринимаем как есть значит оно стоит то есть то есть это будет так говорится о данной общественной объединении то есть уже говорит что это такое ну по сути да то есть просто за 900 рублей отдали одну ручку пакетик который стоит 5 рублей грубо говоря ручка которая стоит 30 рублей ну мы не знаем сколько нет ну просто пускай с леготипом даже даже грубо говоря наблокнуть я смотрю там календарь вывода маток сделали молодцы то есть ничего сказать не могу но 900 рублей мне кажется это слишком ну 900 рублей по смете ну то есть суть то в чем что мы если бы в 900 рублей вошел бы вот это удостоверение ну да я думаю вопросов не было ну вот оно и было как-то непонятно включено получается так но факт в том что будем так говорить вот эти все вещи они как-то не соотносятся с какими-то высокими будем так говорить вот этими самыми локомотивами и тому подобное когда речь касается в принципе тех людей которые в общем-то которых это и немного которые вступили в организацию ну да по сути дела и в этом смысле тут вот допустим даже грамота то есть вот видишь диплом то есть ну от руки подписано Николаеву да оно есть получается но это 19-е 20-е ноября 21-го года ну да то есть мы получаем заслуженно получаем за вот эти наши продвижения идей организации то есть из рук председателя но самое удивительное что это очень важно сейчас сказать что до съезда 16-го числа то есть да получается что происходит в группе то есть давайте выдвинем будем менять совет выдвинем кого кто считает кандидатами в совет то есть выдвигают меня то есть соответственно те люди которые это делают они делают это по собственной инициативе они делают это не потому что я там допустим кого-то обзвонил то есть кого-то попросил что я хочу давайте то есть тут же надо понимать куда вообще то есть именно будем так говорить для общественной работы то есть понятно что там уровень работы наверное больше чем просто там в организации то есть выдвижение участников то есть там за мою фамилию за мою фамилию то есть соответственно есть определенный регламент этих вещей то есть пожалуйста у кого есть какие-то вопросы а я вот например против правильно то есть человек же может сказать а я вот против там и я например против если это не один а допустим какая-то группа людей да у них есть определенное мнение то есть и своя точка зрения на то кто там почему то есть да их можно да кто-то их там не устраивает да то есть соответственно получается в соответствии с уставом то есть вопрос о как бы сказать утверждении кандидата в совет он есть в повестке дня съезда вот учреждение нового состава то есть и так далее то есть это все есть соответственно кто-то ну туда поехал в том числе чтобы заочно ну не участвовать то есть приехать соответственно да и хочу обратить внимание что очень много докладов они просто не состоялись то есть несколько человек там я вот конкретно спрашивал там про ту же самую группу по трав то есть из Краснодарского края и ну вот значит здесь у нас еще один коллега то есть тоже не присутствовал то есть понятно что надо было приехать как бы человеку то есть допустим если у меня там этот доклад был заявлен то есть поддержать постараться то есть это было сделано вот но затем соответственно то есть на самом съезде то есть просто-напросто не пообщавшись то есть в принципе проявив тем самым неуважение к своим коллегам то есть единолично Николаев этот вопрос снимает то есть как бы и здесь уже вот это вылезла такая составляющая слишком много таких вот каких-то непонятных единоличных решений которые в общем-то осуществляются будем так говорить в ультимативном таком порядке без спроса без этого и создалось такое впечатление что в принципе будем так говорить эти люди наверное не отдают отчет что вот эта черта пройдена то есть если организация учреждена то она должна действовать легитимно должна действовать и соответственно получается что чудо не произошло то есть прямо вот приехавший со съезда через день список кандидатов в совет обрезан то есть то ли он сокращен никто не знает это закрытая группа мы можем то есть судить о работе только исходя из того что нам было озвучено о том что прошлый состав отработал его работа признана соответственно на уровне то есть положительным оценена вот образом вот и соответственно ну хорошо да ну то есть есть список то есть естественно сразу спрашивают про меня то есть меня же там ну а кто бы сомневался казалось бы да меня же выдвинули опять в совет да но подумать про то что будем так говорить причина все та же как и в девятнадцатом году но тут даже я будем так говорить как-то ну даже мне ну да то есть если бы в девятнадцатом возникали к тебе вопросы то не пригласили бы на двадцать первом ну соответственно ну логично подумать что тут регулировал вопрос да и здесь я получаю аудио я прошу заострить внимание там на второй части именно этого сообщения которое я в личку получаю от Николаева то есть это после того как меня выдвинули в совет точнее вот получается после съезда когда люди увидели что нету моей кандидатуры если вы ну как бы смотрите хотите если вы хотите чтобы ну то есть как бы разобраться в этой ситуации и ну то есть осветить ее то мы вынуждены будем его пригласить вас пригласить в совет организации выслушать его вас может быть вместе вас выслушать чтобы вы говорили да там кто что вот и потом мы должны эту информацию донести до членов союза и уже их просить проголосовать за вас это будет все открыто вот если вы не хотите никаких разборов и ничего ну просто ну по разным причинам я еще я не могу вас и мы не будем уникать но если вы согласитесь с тем что вас сняли с кандидатов ну тогда как бы я тоже не буду настаивать и тоже как бы сказать ну просто мы объявим что вы ну добровольно сняли себя и все вы просто не хотите чтобы в этом копаться как говорится и все потому что это дело достаточно неприятное и для нас в том числе я честно признаюсь не очень да оставляет удовольствие все это выслушивать вникать разбираться но тем не менее если вы скажете что нет я хочу разобраться я считаю себя правом и я все в той ситуации то тогда ну мы будем разбираться и вы хотите баллотироваться в совет тогда будем разбираться вот еще раз я говорю к вам никаких санкций по поводу если вот в этой сейчас данном случае нету если просто вы откажетесь и все я не буду инсулировать какие-то разборки вы будете членом союза вы будете там значит также как руководителем рабочей группы также работать я вас еще раз говорю сильно уважаю буду с вами сотрудничать вот абсолютно верно то что там что-то какие-то есть вопросы но это уже я надеюсь что все вы должны как-то все равно понять что их нужно решать эти вопросы их не надо если у людей есть претензии конкретные то их нужно решать ну вот оно это сообщение то есть мне дали понять что это все тот же самый вопрос с теми же действующими лицами но этот вопрос уже на уровне организации вроде бы которые и созданы то есть это не какая-то группа где будем так говорить будут осуществляться какие-то разборки и зачем вот это все делать то есть это уже будем так говорить с этого момента считалось что в принципе позор для вот этого пчеловодного профессионального сообщества где есть ну реально будем так говорить свои лидеры именно производственники в первую очередь они общественники и вот эти вещи которые инициировались таким образом естественно они в принципе никакой легитимной составляющей не вели то есть на мои резонные вопросы посредством личных сообщений Николаеву да то есть может быть в смысле мы как-то это все сориентируем то есть вообще ну действительно то есть почему так произошло почему допустим мне никто до этого не сказал в личку то есть я был на съезде там видел там допустим есть председатель большого совета то есть соответственно они знают что я тут а некий потерпевший он не присутствовал на съезде но 17 числа то есть это от его имени поступает значит вот эта вот бумага мы все сейчас зачитаем последовательно мы всех проинформируем мы за этим здесь в общем-то и собрались мы чуть-чуть украдем может быть чего-то лишнего времени но оно наверное для поиска истины того стоит в принципе ну конечно то есть надо знать правду все-таки да и вот такая составляющая то есть почему на основании чего все это всплыло и на основании чего то есть было произведено исключение то есть как бы тебя да да естественно и здесь соответственно будем так говорить мои легитимные действия в этом смысле после того как я понял что в принципе я являюсь жертвой уже на данный момент потому что если кого-то интересовал вопрос человека проблемы произошедшие там допустим два года с лишним назад с человеком кто в принципе да мы же смотрели вот этот регистр у нас есть региональный то есть 10 семей числится уже второй год официально то есть да и самое главное что он является извините меня да членом союза промышленных пчеловодов то есть как можно с 10 семьями быть промышленным пчеловодом мне вот этот объяснить пожалуйста это без комментариев то есть эти разумные вещи я все донес еще до всех когда это все можно было признать недоразумением то есть каким это все образом аукнется будем так говорить но по мне я считаю как и по словам Измайлова того же Брониславовича нашего ведущего такого на Украине специалиста пчеловода что промышленное пчеловодство это минимум начинается там с 50 у которого есть свой цех по откачке меда который может предоставить всю документацию полностью на мед об его составляющих то есть как он себя чувствует тогда да семей нет но это понимаешь как естественно же та вещь которую мы опускаем это надо тоже сказать что да человек может меньше заявить количество семей чем у него есть по факту и в принципе когда он приехал в лох то же самое я его представил чтобы он ну да у нас кстати это же есть я подниму архив и сделаю эту выск то есть когда вы представлял этого человека у которого не было никаких претензий на тот момент и вдруг они тут всплывают ну понятное дело да и соответственно я пишу и в открытый доступ выкладываю несколько обращений то есть это совершенно нормальная работа при том уровне когда организация считается регистрированной да то есть скажем так председателю большого совета Лабинову Александру Витальевичу скажу сразу это тот человек который как раз в команде Раушана Ханафиевича который в принципе сейчас уже собрано достаточно информации то есть то есть да он имеет хорошую финансовую подушку и молодец как говорится но заработано это не трудом связанным с пчеловодством а с переработкой леса и так далее то есть связанные с пчеловодством и его шаги они в общем-то во многом благодаря Антонине Шакшиной который его в эту организацию и в том числе на форум как конкретной средней Волги то есть именно для получения опыта и так далее да у него действительно большие планы он закупил пчел занимается но в плане того чтобы там являться как бы таким общественником как бы при общественной организации то есть понятно что он назначен то есть но за свои какие-то наверное составляющие но тем не менее мы не оспариваем как бы чей-либо выбор если он вообще когда-либо был сделан кем-либо то есть у нас просто нет уже официальных данных когда сколько было человек при голосовании в каком это году вообще выбирался этот человек но тем не менее он уважаемый Александр Витальевич прошу вас дать разъяснение относительно действий третьих лиц которые со слов председателя Николаева несколько дней назад обратились в письменной форме я же на тот момент не знал сколько там этих лиц мы сейчас вернемся ко второму документу где есть эти разъяснения насколько мне понятно речь идет о членах нашего регионального отделения в любом случае информирую что ко мне лично как председателю отделения подобных обращений в период с 19 по 21 год от кого-либо не поступало работа отделения влилась в соответствии с уставом в связи с этим прошу дать ответ на каком основании подобный документ не был вручен мне на том уже здесь какая-то претензия она уже как бы имеется в наличии что состоялся несколько дней назад вот в Подмосковье на котором мы с вами присутствовали в трезвом уме и светлой памяти региональное отделение организации согласно ее уставу правомочны в организации определенных процедур цель которых поиск истины и я имею ввиду собрание регионального отделения я как его председатель правомочен вести дело производства в рамках своих компетенций ну то есть грубо говоря значит в генеральную прокуратуру поступает обращение от гражданина Российской Федерации но поскольку в этом обращении другими словами разбирается ну какая-то проблема на уровне региона которую он просит решить именно на уровне генпрокуратуры генпрокуратуры спускает по линии межведомственного взаимодействия на уровень там допустим городской или ну логично же предположить что если там при вот этим всем инициировании на уровне ну нескольких человек отделения выяснится что проблема не решена у этого гражданина появляется вообще дополнительный стимул дополнительные очки он пишет еще какое-то обрание что его там в принципе обидели может быть и опять то же самое и он тогда имеет право еще раз как бы и здесь писать каждый год можно то есть не выяснив да соответственно то есть накопится какой-то базис конкретный будем так говорить каких-то неразрешимых проблем но если предположить именно легитимную работу также я пишу Николаеву то есть конкретно именно нарушение регламента то есть в нескольких вопросах я постараюсь сейчас вкратце уважаемый Анатольевич после того как был выложен список из кандидатов в Совет и в нем не оказалось моей фасамилии а меня в Совет выдвинули члены организации это больше чем за кого-либо и никого кто бы высказался против этого открыто и меня это обстоятельство возмутило поскольку как принято что по умолчанию никого против то и не было и я понял идет что речь идет о некой кулуарной подоплеке о чем я изначально не был проинформирован и в чате группы вы обозначили в письменной форме что на съезде который прошел совсем недавно вы не стали мне ничего говорить из-за нехватки времени а мы конкретно покажем вот эти многочисленные ну уже будем так говорить более чтобы на этом не заострять время вещи по видео которые выкладывались в открытый доступ в том что времени было предостаточно и в общем то как бы сказать увеселительные мероприятия многочисленные и у всех могло сложиться впечатление что как раз свободного времени в том числе для определенных делопроизводства было предостаточно это по утрам шампанское пиво либо аристократы либо дегенерации вот а пчеловоды пчеловоды плотненько завтрак ага я понял вместо этого да я получил награду одной из отрицательных сторон я тоже это изложил что это допустим непонятная регистрация организации и я писал что выбор я просто сокращаю уставу выбор кандидатов должен проводиться на съезде это согласно уставу но вы на съезде сказали что не хватит времени и это достаточно двояко и я конкретно также изложил в том что несколько докладов вообще не состоялись как же так нам не хватает времени а с другой стороны у нас количество докладчиков согласно программы то оно сократилось то есть а куда же нам девать то это время и я написал что в целом на данный момент такая форма дискредитировала деятельность организации в период когда в нее как бы планируется привлекать новых членов вот и прошу дать ответ как называется мероприятие проведение которого вы инициировали то есть он уже мне сказал что это будет разборка в личке да и я в принципе к этому склонил что по этим обстоятельствам есть негодование коллег и в личном к вам сообщении в чате я говорил что такие вещи как разборка или там как ее назвать батл обычно происходит в каких-то частных чатах в каком-то там непонятном порядке а когда находиться в легитимной организации общероссийской согласно устава вообще вот ну если мы в чате любители пчел это одно ну то есть просто непонятно и после этого выкладывается вот единственный документ который был выложен так и вот здесь очень интересно что согласно уставу значит член организации должен не совершать действий нарушающих устав этику товарищеских взаимоотношений действий наносящих материальный ущерб организации воздержаться от деятельности противоречащих уставным целям провозглашенным организациям то есть каким образом допустим какие-то коммерческие вопросы относятся к этике товарищеских взаимоотношений но это можно подумать об этом когда допустим в личном сообщении ко мне обратился с какой-то претензией кто-либо да и я допустим ну будем так говорить не решил его вопрос ну мягко так скажем да то есть или допустим его там будем так говорить отправился своей проблемой оттуда куда никто не возвращался да вот и здесь значит принят кодекс чести который в принципе он не распрощете написан да то есть который не распространялся очень активно он принят был в последний момент что каждый член является лицом организации своим поведением достойно представлять ее в обществе члены должны воздерживаться от дискредитации организации в общении с третьими лицами в общероссийской организации при возникновении спорных вопросов согласно уставу и кодексу чести порядок действий то есть совет так далее вот и вот здесь суть что 17 ноября в совет организации поступили сведения от члена организации саратовского отделения о грубейшем нарушении устава кодекса чести мною со слов обвинительной стороны совершил некие публичные действия которые дискредитируют как честного человека значит этот потерпевший утверждает что у него есть неоспоримые доказательства вины и свидетели которые могут это подтвердить по его словам у него эти претензии были все это время и не было предпринято каких-либо то есть вообще непонятные вещи и вот суть самое главное пока Маслов не баллотировался в руководящий орган то коллеги то есть группа коллеги ни один человек не считали необходимым поднимать этот вопрос так как не хотелось каких-то разборок но когда они увидели его в кандидатах они высказали свое категоричное несогласие и попросили совет разобраться с этим вопросом совет принял это заявление и принял решение вникнуть в суть обвинений нет суть такое что получается так что значит я вот здесь дальше зачитаю жалобу то есть я зачитываю дальше это официально ну как бы то что было размещено то есть на мои дальнейшие письма я забегу вперед ответов то не поступило будем так говорить чтобы вот эти все документы там с печатью допустим мне выслать да то есть подписаться под ними то есть вот ну распечатали говорим в связи с проведением съезда в подмосковье возможности провести этого рассмотреть этот вопрос не был совет решил рассмотреть после съезда и значит вот значит сняли с кандидатов согласно с компетенцией значит вот совет будет рассматривать вот этот вопрос теперь значит мероприятие которое пройдет вот я же спросил в обращении как это будет называться разборка батл и мне было сказано что оно пройдет через два дня там условно будет называться публичное разбирательство по обвинению хочу напомнить что это Николай отлично пишет он подписал что разбор подобных вопросов входит в компетенцию совета но вы лично захотели публично услышать причину ну а почему нет если есть как там написано неопровержимый доказательство и свидетельство чтобы не было обвинений в некой предвзятости или ущемлении ваших прав вот и соответственно вот он регламент вечером опубликуется в основной группе претензия и в избежании каких-либо разборок совет утвердил что это должно быть одно сообщение любой длины можно это сделать в вордовском файле но оно должно быть одно вы маслов дл ответите ему в таком же формате если у коллег возникнут вопросы то возможно могут задать какие-то моменты выслушав две стороны обвинения и оправдания то есть советом и меня в принципе уже ставят ну в такое положение совет поставит вопрос на голосование голосование будет открытым будет о вас как кандидате в совет то есть это запротоколировано то есть как в совет да то есть смотри еще раз вот зачитываю то есть согласно уставу порочим так и так что он просит недопуска меня в совет то есть грубо говоря как председатель регионального отделения и так далее но здесь мы имеем аудио Николаева которое мы послушали где он говорит что если вы пойдете на дальнейшие шаги то вы как бы если вы не пойдете в совет то вы останетесь в союзе он же сказал эти слова вы останетесь в союзе вы будете руководить рабочей группой все будет хорошо вот в общем суть в том в общем-то что мне это все сказали относительно регламента то есть по одному сообщению то есть я в этом смысле естественно правомочен был пойти дальнейшим путем в принципе если есть совет и он имеет какие-то легитимные полномочия и если организация в принципе как бы сказать она на принципах будем так говорить законности существует то есть в частности устава и тому подобное то по сути дела ну да есть совет организации куда мне обратиться если я составил жалобу жалобу уважаемые коллеги члены большого совета я именно в кратчайшие сроки попросил рассмотреть эту жалобу на решение которое за своей подписью изложил Николаев ну то есть вот на это все прошу обратить внимание что изначально Николаевам в информационном чате относительно моего отсутствия списки кандидатов было изложено о некоторых вопросах мой адрес а после того как я отправил вот эти обращения в том числе в адрес его с замечанием о нарушении процессуальных регламентов в том числе отсутствие рассмотрения поставленного вопроса в нашем региональном отделении на собрании членов отделения и что является легитимным по уставу мероприятием в поиском истины им было изложено в плане формулировок инициатива по рассмотрению проблемного вопроса по тому регламенту который он предложил то есть инициатор претензии поступивший 17 числа на момент первичного рассмотрения вопроса в 19 году о чем я вот говорил в начале да он в принципе да не являлся членом организации на тот момент и кодекс чести на которых ссылается Николаев отсутствовал как документ и ссылаться на его положение представляется возможно намного позднее когда он был написан и распространен среди членов организации и с моей точки зрения проблемный вопрос был рассмотрен в полном объеме и в том числе этот потерпевший уже тоже там был опрошен о чем меня уведомили следовательно повторное инициирование рассмотрения того же самого вопроса коммерческого характера является противоречащим вообще смыслу получается как бы вот этим всем вещам да далее формулировка относительно того пока маслов не баллотируется в совет организации пока маслов не баллотируется в совет организации те коллеги не считали необходимым поднять проблемный вопрос так как не хотелось разборок по тексту ответа мне николаевам то есть является ну это как бы порочащим основные положения изложенные в кодексе чести и здесь актуально о нем вспомнить потому что претензия поступила 17 числа то есть эти коллеги другими я так и писал другими словами эти коллеги сидят и ждут своего часа и делают вид что все хорошо а на самом деле замысливают простую подлость все эти коллеги могли выразить свое волеизъявление голосованием по установленной процедуре при выдвижении кандидатов в большой совет но посчитали лучшим способом нарушить эти самые этические нормы и перевести все как сказал Николаев разборку как раз этот термин очень описывает итоговый вариант инициацию которого я оспариваю таким отношением к своим коллегам в полном объеме просматривается неуважение к их работе в организации то есть то есть тут тоже понятно что если как говорится есть такие подлые люди которые будем так говорить на региональном уровне все все вот эти вещи как бы сказать то есть им вообще непонятно зачем вот это все чинить противоправность вот эту то есть на тот момент мне это было не ясно до конца следующее непонятная итоговая позиция по вынесению решения в ответе мне Николаева с той точки зрения что если те нарушения которые мне вменяются имели место быть на съезд работа в котором совпала с посроком с подачей претензий в мой адрес опять же не была приглашена потерпевшая сторона а для рассмотрения проблемного вопроса неожиданно потребовалось присутствие членов совета а в девятнадцатом году то есть как бы волеизъявления по моему выдвижению прошло весь регламентный период и тоже не вызывало сомнения в легитимности в связи со всем вышеизложенным то есть в своей жалобе я прошу дать правовую оценку трех разобранных вопросов считаю что для решения данной ситуации первоначальным этапом будет переадресация претензии от члена организации который как оказалось вот он является нашего отделения в отделение председателю далее правомерно будет вынесение решения нами членами регоотделения о проведении внеочередного к примеру внеочередное собрание то есть члены регоотделения ну решили ну будем так говорить переизбрать допустим председателя да зачем вам такой нужен если такие такие вещи да с привлечением всех заинтересованных сторон то есть опять же у организации закуплено оборудование опять же по смете которую там утверждали на съезде там на следующий год так далее то есть вот мы купили оборудование то есть есть видеосвязь то есть вот эта вот ситуация что кто-то не в своем регионе где-то как-то то есть она нивелируется то есть пожалуйста я захотел по видеосвязи поприсутствовать и узнать все с первого листа ну например тот же председатель большого совета то есть сели включили камеру занимаемся вопросом то есть понимаешь что вот настолько все натянуто поскольку когда я весной вот этот посыл председателя и ты же даже в курсе происходящего то есть в группе телеграмм мы организовали региональную группу то есть по привлечению там новых членов пожалуйста там да то есть потом выясняется что у нас то всего 13 регоотделений кто вообще группы создали вот оно все к чему приводит и получается следующим образом значит то что остается за кадром и сейчас эксклюзивно оно тоже будет озвучено касаемо вот этих всех составляющих это к тому что уже на протяжении полутора месяцев фактически ведется в общем-то ну борьба в принципе то есть по поиску какой-то истины и так далее и то есть в плане того что по последним там да каким-то что доходит до меня там то сначала вменяли там тысячу маток там и так далее то есть конкретные какие-то там махинации то есть так далее но здесь большое спасибо то есть в плане того что естественно существует некая разумная адекватность от коллег ну как это так то есть вы изначально просили его недопуска в совет если как бы такие вещи и так далее и то есть в итоге по последней то что он до нас доходит на вот этой информации то есть мы получаем следующие вещи что типа мы затягивали процесс подождите подождите а процесс то когда должен был начаться он начаться должен был вечером а начался то он вообще где-то в обед по Москве ну да я понимаю что у кого-то вечер может быть но у нас когда описывают или пишут тогда точно вечером по московскому времени и так далее то есть вот эта неправомерная работа о которой в отношении меня уже заявил Николаев она была заявлена и она в принципе по сути дела так и выполнялась дальше и мало кто знает что допустим находясь в ситуации когда тебе с одной стороны предложено дать одно сообщение что в принципе я и сделал в ответ а по большому счету все остальное возможно будет воспринято как нарушение регламента то находясь в неправомерных рамках в этой ситуации действительно очень трудно искать пути донесения информации то есть о чем я говорю смотрите сначала обвиняющая сторона обвиняющая сторона она напишет пост пост должен быть только один нам не надо демагогию там какую-то разводить или склоки какие-то разводить вам тоже дается право можете вы это сделать в формате word то есть эту папку туда можете вы в этом значит в сообщении в telegram вы можете все это написать то есть сообщение надо сделать одно то есть понимаете неважно какой длины неважно чем но одно одно сначала они выставят и это мы сделаем в четверг в четверг значит в четверг вечером когда закончится вот это голосование сначала они выставят он выставит затем вы и все мы не будем обсуждать мы не будем говорить это ложь или это правда или вы виноваты или вы не виноваты мы не будем и мы сделаем голосовалку я лично как просто член союза я сделаю лично так я вам об этом уже сказал если я услышу так что мне покажется что там правда в тех словах я проголосую против я вам честно говорю если я не увижу конкретики какой-то или ваше допустим оправдание ну или скажем ваша позиция мне покажется правильной я проголосую за вас вот что я вам могу сказать но это будет честно это будет справедливо я еще раз говорю я не хотел выносить это на публичную вы это знаете вы это видите но раз вы настаиваете на таком исходе раз ваши друзья кто за вас там ратует они согласны тогда хорошо вот таким образом то есть мне еще раз было озвучено что да вечером вот эти все регламентные вещи это тем коллегам которые приняли допустим за правду ту точку зрения что я допустим там же написано невнятные ответы затягивание процесса то есть меня по сути дела мягенько мягенько вот в это неправомерное правовое поле в принципе втянули по сути дела будем так говорить и я понимал что с одной стороны этот эфир весь вот этот весь процесс чтобы по недопуску в совет но в целом как бы мне уже туда и не хотелось честно говоря вот и здесь понятно вот это вот вся составляющая конкретно вот мне недавно скинули с открытых источников с инстаграма вот фотографию вот этого человека да то есть вот то есть еще раз то есть он еще раз делает мне внушение только я еще раз прошу вас Дмитрий пожалуйста я как я сказал одним сообщением либо в ордовском формате неограниченного огорода либо в этом как бы сказать в телеграме а сообщение должно быть одно вы туда можете свидетелей привлекать имена их и что кто подтвердит если надо мы им дадим тоже высказаться тогда по одному разу состоялось я еще раз прошу вас Дмитрий пожалуйста я как я сказал одним сообщением либо в ордовском формате неограниченного огорода либо в этом как бы сказать в телеграме асс то есть вот это чтобы было понятно отношение в отношении вот этих всех вещей но то есть я понимал что уже вот эта работа ведется активно то есть допустим получается мне он говорил одно а допустим всех там членов совета то есть кто вот ввели неправомерные нелегитимные действия при инициировании этого позорища которое в общем-то дискредитировало все профессиональное пчеловодное сообщество соответственно говорил другое что вы задавайте вопросы вы там это и вот в отношении то есть свидетелей то есть понятно что по разумному это должны быть члены организации мы же в организации то есть если мы допустим даже состоим пусть в каком-либо гаражном кооперативе то кто может привлечь допустим не членов гаражного кооператива кто знает там кого и так далее то есть в этом смысле в итоге получается как бы с момента вот этого инициирования этих всех составляющих получилось следующим образом что в принципе в принципе естественно все было как они хотели то есть и это я делал в первую очередь я это говорил тем коллегам которые инициировали свое волеизъявление но потом пошли вбросы потом пошли небылицы пошли какие-то вот эти вещи то есть сообщения удалялись то есть в итоге то есть вечер того дня то есть получилось так что вроде как бы закрыты дебаты но в итоге тот потерпевший он еще одно сообщение выкладывает и тут я в принципе обратился с прошением но если уж там все так закрыто мне даже как бы последнего слова не дали но у нас если так разобраться даже на суде преступникам дают последний но если такое то есть я пишу прошение большой совет опять же уважаемые коллеги члены большого совета вот по нашему времени все было в 15.55 я задал вопрос о наличии каких-либо фактических подтверждений у как бы потерпевшего на что получил от председателя Лабинова ответ что прямых вопросов регламент не предусматривает вот тут вот этот большой скрин что просто напишите свой отзыв на аргументы просто напишите не более никаких вопросов не предусматривает регламент а в 1952 по местному времени секретарь организации Кондряков А в той же самой группе написал что вопросы задавать нельзя вопросов больше ни у кого нет должно пройти некое совещание закрытое естественно в то время я отошел от телефона когда вновь включил увидел что в 21.55 по нашему времени мне предоставлялось буквально 15 минут пауза возможность сделать задать вопрос то есть я должен был не поверить людям которые в очередной раз нарушили регламент по простому обманули в принципе сказали все а сами там что у вас есть вопросы то есть в этой связи прошу прошу вас в том что если ваш совет минуя эту главную группу не дает ответ на мой вопрос который там же звучал был вопрос 15.55 или выложите сами и прошу вас отнестись с пониманием что все это делается с целью поиска истины и не более и на данный момент я могу пользоваться только методом стилистики что может кем-либо из коллег по-своему трактоваться и само мероприятие началось не вечером как я ожидал а днем по местному времени по-моему в чем есть понимание что где в эти часы там уже вообще непонятка да ну в итоге случилось так что только в телеграм мессенджере получается были опубликованы некие ответы и причем было сделано так это вот все Лабинов то есть он выложил получается ответ за подписью юриста как раз организации то есть ответ от члена союза с юридическим образованием на тексты писем то есть это так было названо не обращение ну являясь человеком абсолютно беспристрастным ссылаясь положение на нормативно-правовых актов принятых организаций здравых смыслов некоторые пояснения посложившиеся мною были изучены три документа и ответ Николаева из обращения Маслова к председателю Большого Совета следует что основное непонимание связано с тем что заявление от третьих лиц было направлено не в региональное отделение а непосредственно Совет соглашусь с тем что согласно уставу региональное отделение имеет право в рамках своей компетенции вести дело производства но так как одной из сторон спора является председатель рек отделения то согласно этическим нормам в отношении которого поступают жалобы даже исключить ситуации конфликт интересов типа не может его рассматривать и вот согласно уставу Совет может рассматривать далее тут по пункте один обращение правовых комментариев не будет так как повествование ведется в эмоциональном контексте и касается только личностного восприятия во втором пункте Маслов просит дать правовую оценку действия председателя анализирую фактическую ситуацию отмечу что если факт нарушения этики товарищеских отношений будет доказан и следовательно доказан факт нарушения устава могут быть применены меры дисциплинарного характера и в общем ты понимаешь как то есть вода 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 добавлю от себя также юрист написал мы молодая организация безусловно в ее работе не все идеально ошибки будут были есть и будут каждый должен понимать что это его авторитет и имидж ну вот каким образом это все получается что сейчас мы только вырабатываем алгоритм разрешения таких ситуаций типа уважайте друг друга так далее то есть когда уже сколько времени как организация была организована и как бы эти вопросы никого не интересовали и получается в конечном счете вопрос на голосование не выносился по сути дела никаким образом то есть шло ну каким-то образом это затягивание которое в общем-то виновник которого был естественно я хотя меня вот блокировали до решения совета у тебя будет блокировка это мы все разместим этот файл да не сможешь писать сообщение это снижается для снижения накала эмоций как в твою сторону так и для тебя ну спасибо или в итоге матюшкиным было выложено мы это тоже все разместим конечно да в итоге как бы сказать аудио сообщение где раскрывается якобы мои вот эти все действия человеком то есть как бы на которого то же самое мы все это покажем вот эти вещи то есть еще до в июле месяце все это произошло и соответственно тут опять региональный подтекст тех кто кого-то защищает и так далее то есть есть коммерческая составляющая есть люди кто кого-то поддерживают кому-то доверяют больше чем другим и это ну я так понял что право боится оставлено из-за коммерческих будем так говорить интриг ну нам трудно в конечном счете была ли она составлена ради этого потому что по другим почему этот человек вот меня больше всего интересует этот человек два года на протяжении двух лет на наших встречах региональных то есть Саратова пчеловодов которых состоишь и ты в этой группе состоит и тот человек где там у меня Дмитрий то есть все это под камерой да 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 я извиняюсь мы просто в плане дальнейших делопроизводств вот это все берем под контроль уже не первый как бы месяц получается уже да и соответственно вот эти все вещи как сейчас которые прозвучали это как коммерция конкуренция справедливость в разрезе данного общественного объединения то есть опять же мне задавали вопросы это вот по допустим да ну вот высказывание допустим того же Хомича да да прокомментируешь то что он высказал да то есть человек занял позицию как бы человека с которым я лично знаком занял эту позицию то есть он он высказался что действительно там какая-то мораль имела нарушение имело место быть но здесь суть в том что на симпозиуме то есть как бы сказать моя тема доклада допустим по шестирамочной системе содержания то есть это не в разрезе будем так говорить его вещей то есть он не признает эту систему он работает на своей системе но в легитимном аспекте он имеет право провести исследовательскую работу на протяжении нескольких лет показать работу на его системе в разрезе наших будем так говорить исследований и это нормально когда существует несколько будем так говорить даже возьмем так научных школ и которые будем так говорить вот таким образом конкурируют но когда он видит какую-то составляющую где он может какое-то сказать свое слово то есть вот таким образом то есть в плане когда он видит именно разборку вот эти нелегитимные вещи то тогда каким образом относиться к нему с какой стороны то есть суть-то в том что в итоге мы подытоживаем да то есть в итоге после вот этих всех вбросов то есть неожиданно опять же неожиданные часы временные то есть под предлогом что об этом не может быть и речи что там не принять совет то есть голосование инициируется уже за исключение и здесь следующая составляющая мы еще украдем пару минут то есть мы не можем до конца разобраться но есть предпосылки следующие что закупленная программа которая связана с заочным голосованием на 100 человек да то есть последние все голосования там допустим за какие-то бюджеты и так далее то есть останавливаются предподсчетом 100 голосов то есть получается отображение с этой программы взаимосвязь с мессенджером то есть она должна же вестись кто кликнул то есть пофамильно и есть смысл предполагать что в этой организации всегда прав тот у кого вот это условно счетная машинка в руках ну он говорит прав тот у кого больше прав да у кого эта машинка в руках то есть изначально там было практически паритетное голосование несмотря на весь вот этот на все это беззаконие которое чинили люди которые себя считают неким локомотивом там да а соответственно потом как бы раз и данные были изменены и в последнюю то что мне опять же слышно там приводят аргументы что да люди-то приняли волю изъявления но вы уж извините как бы при наличии вот таких фактических данных нарушений регламента то есть неправомерных действий которые были мне предъявлены что у меня практически уже не было никаких то есть это мы возвращаемся к первому нашему как бы сказать к первой редакции то есть Василенко то есть вот нашелся повод как бы сказать вот на мое уже исключение то есть вот а вот она и вся эта составляющая но наша деятельность в регионе продолжается взята соответствующая характеристика мы текст разместим под файлом кому очень интересно о нашей деятельности именно с точки зрения будем так говорить работы с чиновниками то есть это все будет нами выложено вот но спасибо всем за внимание с чиновниками